Приветствую вас на канале Спокойные Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Сегодня у нас 22 сентября и несколько хороших новостей для Украины. Ну, во-первых, стали известны последствия попадания по крупным российским арсеналам. Там прям для россиян ужас-ужас какое количество и чего было уничтожено, в этом выпуске поговорим. Россия пытается дестабилизировать Молдову, раскачать Приднестровье. И этот отчет точно будет в этой программе. Там очень и очень хитро Россия пытается все это сделать. Путин может готовить нападение на страны Балтии, так считает Институт изучения войны. Ну, а причину проговорим в этом выпуске. И еще флот, Черноморский флот, который сначала сбежал из Крыма, потом в Новороссийске прятался, он теперь исчез и из Новороссийска. Куда и почему, разберем. Еще будет несколько интересных новостей, поэтому, если вы впервые на этом канале, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну, а если подписаны, жмите колокольчик. Итак, стали известны последствия ударов по российским арсеналам. Там не только арсеналы были поражены, но и много всяких других интересных объектов. Во-первых, в Тихорецком районе, вот этот арсенал, который детонировал и детонировать продолжает сейчас, в момент прилета маленьких, но гордых украинских беспилотников, прямо на вот этой тупиковой железнодорожной ветке, которая через этот арсенал проходит, стоял эшелон под разгрузку. В эшелоне в этом 2000 тонн снарядов были. То есть, в том числе и снаряды из Северной Кореи. В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, что Путин ради снарядов, ради ракет северокорейских КН-23 так унижался, так ездил, лобызался там с этим Кимом, а в итоге оно все горит, пылает и, в общем-то, неплохо взрывается. Причем так взрывается, что в 10 километрах от этого склада, от арсенала, простите, Тихорецк, выбивало окна. То есть, это очень и очень серьезно. Но представьте, под разгрузку стоит эшелон, естественно, там сразу детонация, плюс потом хранилище. Там не только подземные, но и наземные. И, кстати, по подсчетам разных осин специалистов, от 7 до 12 крупных арсеналов и складов в зоне поражения украинского оружия на территории Российской Федерации находятся. Они все крупные, они все очень серьезные. Поэтому сейчас россияне, которые проживают недалеко от арсеналов, конечно же, должны немножечко напрячься. Но достаточно включить телевизор, а оттуда Соловьев и Скобеева им скажут, что все в порядке. Хотя недавно наблюдал, как Гурулев, этот алкоголик, генерал, знаете его, да? Он говорил, аж у нас же теперь гаджеты. У них же еще одна, еще один страх появился. Он говорит, у нас же гаджеты все западные. А чего так, кстати? Медведев йотафон никак не допилил там. Так вот, они теперь думают, а что будет, если вдруг какой-то злодей начнет взрывать эти западные гаджеты? И как их проверить? Рекомендую очень просто разобрать с помощью молотка все западные гаджеты и перейти на отечественные. Ну, как минимум, может дисковый телефон. Хотя, как поговаривают, что Лукашенко уже и дисковых телефонов тоже боится. Ну, в общем, по прилетам там не только сам арсенал Тихорецк был поражен, но и атакована радиолокационная станция Подлет, которая обнаруживала воздушные цели в направлении этого арсенала Тихорецк. То есть, классика жанра. Летят дроны разных типов с разными задачами, уничтожаются РЛС, уничтожаются системы ПВО, а потом, здравствуйте, арсенал, мы к вам в гости. Вот так оно и произошло. Плюс, инфраструктуру аэродрома Шайковка уничтожили, дроны СБУ уже были, это в Калужской области. И на этом аэродроме, я просто напомню, вот эти самые гнусявые Ту-22М, которые регулярно обстреливают Украину. То есть, просто чудеса. Россия просто воевала и начинала эту войну, наверное, с пониманием того, что, ну, в принципе, ничего через границу перелететь не сможет. То есть, зачем НПЗ прикрывать, зачем арсеналы? Ну, что там Украина? Ну, коптер они, может, купят в интернет-магазине. Ну, что он там сделает? Ну, сбросит гранату какую-то или фугас или еще что-то. Все. А теперь вон оно как получается. И НПЗ. Причем, скажу вам так, после арсеналов есть ощущение, что и за экспортный потенциал, и за порт, и за НПЗ возьмутся. Потому что дроны, это, конечно, хорошо. Летят они далеко, летят кучно, ярко после них становятся. Но поляныться это совсем иное. То есть, НПЗ вывести из строя ракетой гораздо проще и надежнее и долгосрочнее. Поверьте мне, прилет ракеты в важный узел НПЗ, и он несколько месяцев минимум просто выходит из строя. Вот такие дела. А вот в Торопце, в Торопце, простите, с арсеналом, это первый, который ух, бабахнул. Там, где и КН-23 ракеты, и в том числе и снаряды. Значит, разобрали осинспециалисты, что же там со спутника видно. Так вот, со спутника видно, что из 42 бункеров для хранения боеприпасов полностью 15 уничтожены, 10 повреждены, наверняка разрушены. И у остальных 17 бункеров видны следы существенных повреждений. Видны 5 больших воронок от масштабных детонаций. Арсенал разрушен, по оценкам экспертов, на 70-90%. В лучшем случае у россиян выйдет спасти где-то 10-20% боеприпасов, находившихся на этой базе. Вот такие дела. И по снарядам есть оценка. Около 750 тысяч снарядов было уничтожено вот в этом торопце. Крупный, очень крупный, новый, модернизированный, защищенный, должен выдержать ядерный удар, бомбардировки, нашествие зомби. В общем, так вот оно случилось. 750 тысяч, представьте себе, снарядов. Это трехмесячный запас российской армии. Вот так работают украинские дроны, украинская секретная вундервафля. И вчерашний выпуск, друзья, где мы освещали, что куда прилетало. Его, судя по всему, кинуло куда-то в заболотье. И набежали толпы, орды златозубых зомби. И произошло чудо. А оказывается, они как-то очень... Вот у них всего несколько направлений, по которым они пишут комментарии. То есть это классика жанра, какой-то роевой интеллект. Значит, первое, это что должно нас с вами напугать. Просто напомню, что админы уже там какие-то сотни-сотен побанили аккаунтов. Но часть из них оставили, дабы, знаете, как в зоопарке, чтобы это было видно. Вон, смотрите, вон оно там пишет. Так вот, чего нам стоит бояться, по мнению россиян. Несколько таких паттернов поведения, паттернов посылов всяких. Скоро зима, вы все замерзнете, подождите. Мы сейчас вашу всю энергетику уничтожим. Зима-зима, замерзнете, ко-ко-ко, гав-гав-гав. То есть вот примерно так. Зима, вы все замерзнете. Напомню, со словом blackout мы познакомились с вами конец 22-го года. Тогда серьезно просто считали, что сейчас вы вынесут нашу всю энергетику. Да, повреждали. Ну и у них гораздо больше возможностей было тогда. Вы вспомните, они, россияне, могли себе позволить каждую неделю запускать сотни-полторы и дронов, и ракет. И взлетали, я помню, как сейчас, Ту-95, и Ту-22М, и ракет, какие-то неимоверное количество запускалось по нашей энергетике. Да, гаденыши, конечно, ее существенно повредили. Но мы не боимся замерзнуть или остаться без света. Вот россиянам сейчас как раз замаячила эта перспектива ввиду нового оружия. Туда же смеется тот, кто смеется последним. Ну хорошо смеется тот, кто смеется последним. Это их главный какой-то... Они там до сих пор на пословицах сидят. Ну да, без труда не выловишь и рыбку из труда. Вот. И мое любимое. Очкарик. А у них, вы знаете, я думал, что где-то далеко-далеко в советских школах осталась история, когда человеку, ну человеку можно было обидеть тем, что он в очках. То есть очкарик, ты там что пишешь? Очкарик, посмотри на себя. А самый любимый мой комментарий. Как может человек в очках радоваться взрывам? Может, и вы не представляете как. Ну то есть вот россияне почему-то считают, что там очкарик. Помните, еще давно так было, не знаю, может сейчас в каких-то очень далеких школах, ну в российских, может оно так и есть, до сих пор булили за лишний вес, за очки. Вот почему-то они в какой-то этой, пребывают еще в этой парадигме и думают, что оскорбляют человека. Очкарики всех стран объединяются. Очкарик, кстати, вам устроит в своих выпусках такой ансамбль бомбящие вулканы, что вам придется писать это сотни раз. Убивают два братских народа. Ну это классика жанра. Убивает кто? Англосаксы, саксосаксы, франкосаксы, кто-то там. Мы марионетки Запада, мы не ведаем, что творим. Стравливают два народа для того, чтобы какой-то там Гига Ротшильд, не знаю, кто-то там еще, захватил землю, российские ресурсы и так далее. На самом деле войну начал Путин. Убивает он, кстати, с одной и с другой стороны, именно он. Может быть тогда Ротшильд, может Путин, марионетка Ротшильда, марионетка Запада. Вы задумайтесь там, россияне. Отмечу очень низкую грамотность. В принципе, тут, наверное, ничего страшного нет в этих комментариях, но, значит так, Россию никогда не победить. Вот, никогдашеньки не победите вы Россию. Советский Союз был помощнее, посильнее, побольше и численностью, и населения, и территорий. И это было две сверхдержавы. Соединенные Штаты и Советский Союз. И никто в жизни не мог подумать, что эта мега империя развалится. Да вы что, там все строем ходили, коммунизм там и так далее. Развалился. Поэтому Россия сейчас, Россия чуть не развалилась, когда Пригожин пошел на Москву с тысячей своих боевиков. Ну, может там чуть больше. Так что, развал России, вопрос времени. Процесс этот ускорил и запустил. Угадайте, кто? Правильно, полутораметровый завоеватель. За что ему скажете спасибо. Ну, в общем, открылся портал в ад в этих комментариях. И, конечно же, всегда приятно. Я думаю, что когда Россия развалится, это обязательно произойдет, возьмут в свои руки независимость народа и народности, которые этого заслуживают. И которые зададут вопрос, почему так, почему мы все вдруг жили как-то. Это в последнее время плетет там про многонациональную семью. Ну, в общем, когда Россия развалится, обязательно нужно будет оставить какой-то такой образцовый российский город, как заповедник. Туда нужно приезжать и смотреть, как там они бьются и говорят, а, марионетки Запада, англосаксы, Путин, президент мира, Россию не победить и так далее. То есть, это обязательно нужно приезжать и говорить, вот смотрите, забьете на демократию, вот в кого превратитесь. Такие дела. Черноморский флот России покидает резервную базу Новороссийск. Он уже, это второй, я напомню, второй отскок уже мощнейшего, непобедимого Черноморского флота, который в принципе в этой войне уже роль, ну, он просто потерял свою роль, как боевая единица. Периодически выводят носители калибров, чтобы запустить. И вот это единственная функция у Черноморского флота. Или же прятаться где-то там в бухтах, не дай бог приплывут маленькие, но гордые, теперь уже безэкипажные катера, которые в Новороссийск недавно приплыли. Просто, вдумайтесь, выгнали тряпками из акватории, заставили ханыриться там в бухте в Новороссийске. Сейчас они там думают, как им в Ачамчире еще перебраться. Куда ушли? Пошли дальше на юг, туда в сторону Геленджика, еще дальше рассредоточили их по разным бухтам корабли, то, что осталось. В общем, вот вам постоит там до конца войны, ничего страшного, если это достоит. Потому что одно дело прикрывать бухту Новороссийска. Они почему оттуда умотали? Потому что переживают, что прилетят, будет разрешение на удары Атакмс и Сторомшедоу, и все туда к ним прилетит, как обычно. Вот такие вот дела. Победитель, привет завоевателю. Значит, Путин, это ж классика вообще, да? Да, кстати, они не все корабли вывели из бухты, они оставили часть, но спрятали их между гражданскими судами. Это просто, как тут не вспомнить знаменитые слова Путина в 2014 году сказанной. Мы будем стоять за спинами их женщин и детей не впереди, а сзади, и пусть они попробуют по ним стрелять. Ну что ж, вот такие вот дела. Ну тут гражданские суда, так что если там кто-то под раздачу попадет, извиняйте. Россия стремится дестабилизировать Молдову. Об этом Yahoo News сообщает. И прямо выжимки из этого материала. В марте 23-го стало известно, что Россия разработала стратегический план по дестабилизации в Молдове. Это был план, он создан еще в 21-м году с участием российских спецслужб. Он направлен на противодействие влиянию Запада в регионе. Основная цель, естественно, усилить контроль над Молдовой и превратить ее, интеграцию с Европейским Союзом и НАТО, точнее не превратить, а предотвратить. То есть вот это абсолютно понятно. Вот эти все очаги, заморозки, которые были оставлены Россией, непризнанная Абхазия, непризнанная Приднестровья, все эти ЛДНР и прочие НР. В общем, Россия оставляет всегда этот очаг, дабы через него как рычагом влиять на ситуацию в регионе. И вот они решили качнуть ситуацию, подкуп демонстрантов, поддержка пророссийских партий, таких как ШОР. Ну, мы прекрасно с вами знаем, для чего Россия это нужна. Не дай бог Приднестровье вдруг осознает, что с Молдовой быть хорошо, с Молдовой быть комфортно и уйдет. Вот, а там же российские военнослужащие стоят. Кстати, российский контингент, который находится в Приднестровье, он состоит на 90% из местных. Потому что туда россиян ни под каким соусом, особенно мужчин здоровых, не пускают, чтобы ротации не было. Россияне там как туристы пытаются туда въезжать, еще как-то не получается. Набирают из местных, ну, для понимания, армия Приднестровья это всего, вообще всего-всего-всего 15 тысяч. Выглядит она вот как в старых добрых фильмах с Арнольдом Шварценеггером. То есть какие-то шапки у всех гигантские разные, какая-то. Ну, в общем, финансируется плохо, но местных устраивает, они неплохо так зарабатывают. У них у каждого там по три паспорта. Приднестровье это фактически ворота контрабанды. Ну, в общем, живут, один олигарх у них, живут нормально, по их мнению. Но для меня все время было странным, почему сейчас, когда Россия в максимально слабом или ослабленном состоянии находится, Молдова никак не решит этот вопрос с Приднестровьем. Дабы вообще эту проблему забыть. Потому что в начале, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение, Сейчас я вспомню, как его звали, этого персонажа. Наверное, не вспомню. Ну, в общем, ага. Все, нашел. 22 апреля замкомандующий войсками ЦВО генерал-майор Рустам Минникаев заявлял, что одной из задач вторжения России в Украину является установление полного контроля над Южной Украиной с целью выйти к Приднестровью, где, по его словам, имелись факты притеснения русскоязычного населения. Как все абсолютно непредсказуемо, никогда такого не было, и вот снова. Так что в Молдове сейчас шикарный шанс раз и навсегда разобраться с этой гнусявой проблемой с непризнанным Приднестровьем. То есть в Приднестровье просто там и российская пропаганда хорошо работает, там и криминала достаточно, господствует там мнение о невыгодности и убыточности объединения с Молдовой, хотя паспорточки-то себе все молдавские сделали. Так что российская оппозиция, кстати, пригрозили Молдове повесить долг Приднестровья за российский газ, если Молдова не признает вот это самопоразоглашенное образование. То есть Лавров вообще заявлял, что Приднестровье будет иметь право самостоятельно определять свое будущее в случае изменения Молдовой своего внеблокового военно-политического статуса. Чувствуете? Лавров, сиди молча уже, тебя в лучшем случае в Африку могут позвать сейчас, чтобы окурить нам этими травами, да и все. Замечательная история, когда Лаврову в Африке подарили орден лошади. Это не шутка, кстати. Ну, в общем, россияне там пытались раскачать, прокачать. Украина, кстати, Молдове тоже помогала в плане нейтрализации информационных угроз и передавала в том числе и планы российские. Ну, в общем, я надеюсь, что в ближайшее время многие для себя поймут, что оставлять вот такую условно универсальное ЛДНР под боком это чревато. Институт изучения войны считает, что Путин может напасть на страны Балтии. Почему считает и какой предлог? О такой подготовке. Я не всегда, кстати, с Институтом изучения войны согласен. И вообще думаю, что какие там страны Балтии. То есть то, что делают, и спасибо им большое Латвия, Литва, Эстония, уже давно переход вообще всех красных линий Медведев уже должен был лопнуть 56 раз от злости. Потому что заявления, которые звучат от наших партнеров из стран Балтии, они просто прекрасны. И, кстати, за что им большое спасибо. И снятие ограничений, и отправить инструкторов, и все, что хотите. И помогают они нам серьезно. Поэтому вот такие дела. Естественно, Путин, предлог какой у него? У него предлог Калининградская область получила ряд проблем. Которые, безусловно, можно и нужно решать, сказал Путин. Он добавил, что не должно быть никаких барьеров передвижения людей, а сама область должна быть органичной частью Российской Федерации. То есть, как сделать Калининградскую область органичной частью и устранить проблемы? Нужно захватить, присоединить Беларусь и захватить Сувалгский коридор. Поэтому вот такие дела. Много говорили уже о том, что этот Сувалгский коридор кто-то там будет прорубать. Лукашенко туда ездил с шпицем со своим. И, ну, в общем, там пугал периодически. Ему хренин докладывал. Мы тут все захватим, мы все перехватим и так далее. Ну, в общем, захватит, конечно же. А как, кстати, защищена сама Калининградская область? Там же достаточное количество ядерного оружия. Как она защищена? Вот это интересный вопрос. Почему интересный? Потому что выходит Матя Гардиан, что оказывается в Москве знали об операции вооруженных сил Украины в Курской области. Но не смогли подготовиться. Вот ведь, да, как интересно. Понятное дело, что раньше, когда думали, если напасть на Калининградскую область, там ядерное оружие, захватить арсенал, и Путин сразу нажмет кнопку, сразу-сразу. Но ситуация в Курской области ставит под сомнение этот вариант развития событий. То есть, чем Курская область отличается от Калининградской, а? Ну вот так-то. Поэтому в Гардиан вышел этот материал, что все все знали, готовились еще с зимы, было поручено там какие-то обманные траншеи россиянам подготовить, и они тренировались отбивать атаки. Причем конкретно на суджинском направлении. То есть, документы, которые наши спецы захватили и предоставили Гардиан, они как раз об этом и свидетельствуют, что россияне готовились к тому, что на суджу будут заходить, будут идти туда. Но в итоге ничего сделать не смогли. Поэтому это вам все, что нужно знать про великую вот эту вторую армию, вторую армию в Украине, как многие называют. Пара еще интересных новостей. Россияне смирились с потерей Курской области. Вот это, кстати, очень интересно и показательно. Фонд «Общественное мнение» провел исследование 15 сентября за событиями в Курской области следили уже 12% россиян. Всего лишь. Раньше было 15, в начале сентября – 28, а на первой неделе захода туда вооруженных сил Украины – 39%. О чем это нам говорит? Что если россиянам завтра скажут, что у вас больше нет Курской области, они скажут, да, ну ладно. Кто-то там, значит, в перерывах, в драках за просрочку возле мусорных контейнеров скажет, да, очень интересно. Путину лучше знать, ему виднее. Мы всей правды не знаем. Это вообще классика жанра. Мы не знаем всей правды. А что ты не знаешь ее? У тебя интернета нет, что ли? Ну, скоро не будет, кстати. Поэтому россиянам, так как они бились, помните, как ожесточенные бои шли, взяли в руки оружие от мала до велика, как во Второй мировой войне, там все, там какие-то дети в партизаны ушли. Помните, как ожесточенные бои вели россияне за Курскую область? Не помните? А потому что их не было. Уехали, убежали, до свидания. Вот такие вот дела. Ну и, конечно же, кринж дня, наша рубрика с молодежными словесами всякими. РПЦ поддержала исключение теории Дарвина из школьной программы. Это вслед за помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, который сказал, это вообще, что это за черт, этот Дарвин, исключить эту теорию нужно. Она не совпадает с религиозным воспитанием. Все исключить, фундаментальную науку убрать, оставить только Путиноведение, Путиномику, что там еще, Путин, Путильтуру. То есть вот это оставить просто. Всем сидеть за партами героев СВО, всем смотреть на лица одухотворенные этих персонажей, которые превратились в парты. Вот это, я понимаю, гимн встали, сели. Во славу великого полутораметрового сияющего плешизавра. Вот так должно быть. Ну и выпускайте уже лозу с его плоской землей и песней плод. Чего уж, добейте танцем, точнее песней в этот раз. Удар в спину произошел для России. Китай взял и через свой тикток отключил 37 аккаунтов Russia Today и спутника. Причем спутник Сербия, спутник Армения, спутник Беларусь. Ну это связано с новыми санкциями Соединенных Штатов. Но Китай на своей платформе, как так, 37 аккаунтов. Там что происходит вообще у вас? Эй, так нельзя, так нельзя с друзьями. А, ну с друзьями нельзя, но с вассалами, конечно же, можно. Финиш. Новость. Президент США поручил сдвинуть небо и землю для помощи Украине. Джо Байден хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия. Значит, сдвинуть небо и землю, это очень хорошо. Мы их, кстати, всегда благодарны искренне Соединенным Штатам за помощь. Огромную помощь, которую оказывают и демократам, и республиканцам, и всем странам, которые помогают, поддерживают Украину. Мы благодарны. Но сдвигать небо и землю не нужно. Можно проще сделать немножечко, дать Украине необходимое вооружение. Потому что здесь немножко напоминает хитрозадово ухажера, который вместо того, чтобы подарить цветы или сводить на романтический ужин, говорит, зачем нам это все? Я дарю тебе это звездное небо. Оно все твое. Вот такие дела. Берегите себя, друзья. Берегите своих близких. Подписывайтесь на этот канал. Спокойного нам всем дня. И, конечно же, слава Украине. Продолжение следует...